всем привет здесь вот у меня пули ли наверное уже всем надоел этими пулями но ситуация такая что все таки хочется это все довести до логичного конца и завершить так как его должно завершить то есть чтобы она имела какой-то смысл чтобы вот вот с этой пулей я должен таки решить подходит она мне или не подходит и можно ли эту пулю сделать еще лучше чем она есть хотя конечно перспектив роста у нее бесконечно много вот потому что изначально вот так как вот она вот отливается она немножко но имеет массу скажем так недостатка поэтому я тут немножко по изгалялся подключил коллективный разум и вот в этом остатке пуль который меня остался после последней отливки есть вот покажу несколько пулек пять штучек которые немножко не похожи на остальные такая интрижка вот но покажу поближе вот так это выглядит здесь у нас пробойчиком сделано отверстие и сюда запрессован ну как запрессован просто забит омедненный стальной шарик это шарик калибра четыре с половиной миллиметра которая используется пневматическом оружии и в результате мы имеем вот такую вот пулю ли пуля ли у что значит там улучшенная убойная украинская как хотите это называете но вот пуля ли у почему-то мне вот так вот захотелось получилась вот такая вот пулька как это делал да не вопрос могу показать начаться набор для изготовления вот он пробойчик вот они омедненные стальные шарики для пневматического оружия калибром четыре с половиной миллиметра одна штучка нам надо значит как я это делал берем пулю вообще никакой сложности находим здесь центр я понимаю что вот таким вот простым способом центр найти довольно таки проблематично но мне кажется почему-то что это не суть наставляем и молоточком терним получается вот такое вот экспансивное отверстие вот видите дальше берем шарик кладем его сюда вот так вот получается и тем же молоточком значит его туда зафигачиваем немножко промазал в результате получаем вот такой вот пуля ли у ведь как здорово какую роль выполняет этот шарик в этой пули вопрос конечно же спорный полетит ли это пуля лучше чем оригинал я честно говоря не знаю что это даст в результате какой эффект я тоже честно говоря сомневаюсь отсюда отсюда хотелось бы попросить у вас совета ну так сказать озадачить подключить коллективный разум вот она пуля я и снаряжу в обычный контейнер контейнер который называется в 32 то есть 32 граммовый контейнер с которого эта пуля ли полетела ну скажем так очень даже неплохо а вопрос следующий подскажите мне пожалуйста как ее протестировать лучше то есть пострелять просто по бумаге пострелять по сосновой доске может быть по металлу еще почему-нибудь то есть как как в принципе можно раскрыть потенциал этой пули в ближайшее время я снаряжу патрон это вообще не проблема вот будет несколько патронов снаряженный вот эту пуля ли у и посмотрим как она работает по каким-то там целям вот собственно говоря про эти цели все вопросы стрелять буду на дистанцию 35 метров то ли сосновая доска то ли какой-то лист металла то ли не знаю баллистический гель все что угодно предложите пожалуйста потому что я действительно не понимаю как и лучше протестировать ну первое что приходит это сосновый брус или доска и посмотреть сравнить вот обычную пулю ли вот с пулей ли у вот этим вот шариком вы посмотрите какая будет разница мне кажется что вот этот вот шарик в принципе может немножко изменить баллистику пули сделать ее более точнее потому что он немножко смещается центр тяжести вот и что важно он по моему изменит раскрываемость пули то есть он будет работать по экспансивному конусу и пуля будет лучше раскрываться плющится вернее как мне кажется а там посмотрим я не знаю я не проверял вот собственно говоря по этой причине и подключается коллективный разум к решению вопроса как протестировать вот этот пулю ли у и что хотелось бы еще сказать в этом видео по прошлым видео касаемо пуле ли было несколько вопросов и про них собственно говоря они очень часто повторяются эти вопросы и поэтому хотелось бы немножко ответить на них во первых вопрос по тос 34 почему в тестах прошлых тестах я следил именно из нижнего ствола все очень просто дело в том что дульное сужение тос 34 они немножко отличаются от привычных нам ну как принято получок это 05 полу получок это 075 чок это один сильный чок или крепкий чок его еще называют это 125 и так далее так вот в тос 34 обычный чок то есть верхний ствол 125 а нижний ствол который на самом чок до получоком который называет на самом деле чок и он имеет сужение единичку то есть по сути стреляя из тос 34 с нижнего ствола мы стреляем из привычного нам всем чока а стрельба из верхнего ствола который имеет крепкий или усиленный чок в принципе вот вот этой вот подкалиберной пулей до вот этом вот контейнере ну скажем так каждый на свой страх и риск я допустим не рискнул поэтому стрелял только из нижнего ствола но кроме того как мне кажется тос 34 в этом смысле идеально подходит для стрельбы пулей для загонной охоты каким образом нижний ствол мы заряжаем пулю верхний ствол мы заряжаем картечь и в этом смысле тос 34 ружье конечно уникальное вот но сделал промерку пуля в контейнере и ствол тос 34 в нижний ствол это проходит идеально верхний ствол это проходит туговато поэтому стрелял извините только нижний ствол по поводу safari pn 201 почему стрелял цилиндром ну во первых цилиндр я использую там постоянно для дробовой стрельбы для стрельбы спортивной и поэтому так для антуража покладу и поэтому собственно говоря это моя обычная комплектация ружья когда там вкручен именно цилиндр поэтому использовать там получок специально для дробовой стрельбы я посчитал что смысла нету как бы да во вторых а safari pn 201 в моей комплектации идет вот это вот то самая дульная насадка которая позиционируется производителем как средство для вышибания замков вот и она идет стандартно в комплекте поэтому собственно я обычный цилиндр был вывенчен и венчена та насадка которая шла с ружьем в комплекте собственно я от сафари к с цилиндром я результатов таких даже не ожидал я думал пуля будет ковыркаться прилетать боком задом передом как угодно только неправильно вот но так получилось что с цилиндра пуля действительно летит неплохо вот раньше я как-то было время отстреливал ее и чего-то там не получилось хотя патрон был снаряжен однотипно примерно так же как и в этот раз но почему-то тогда она не полетела не знаю но в принципе принципе пуля меня радует пуля неплохая как для спортивно пострелушечной стрельбы для охоты я просто не знаю потому что ну ну не знаю не охотники не знаю как она будет для охоты вот она касается вот ну собственно говоря что прошу совета пожалуйста давайте подключимся как вот это вот можно потестировать буду рад любым комментариям всем спасибо всем пока